книга открытым оком вопрос 3700 дворкин а.л. призванный сиктовед пишет о свидетелях иеговы кто они и в чем не правы но как их обратить на путь истины если у них столько недостатков и такая тоталитарная система управления то зачем же туда идут отвечает игнатий тихонович лапкин так и хочется назвать дворкина псевдо православным болтуном пишет он об этих еретиках из других книжек столько сколько они сами о себе не знают и пока он пишет это они идут от двери к двери и за это время уже несколько так называемых православных успели обратить в свою организацию он же сам пишет цитата свидетели иеговы знают прежде всего по их активной пропагандистской деятельности они чаще чем члены многих других сект ходят по домам пристают к людям на улицах раздают свои листовки и журналы навязчиво предлагают изучать вместе библию и приглашают на свои собрания в мире ежеминутно появляется новый иеговист конец цитаты Дворкин признает что иеговисты самобыстро распространяемая секта так почему бы не поучиться у них тому как удержать свою ускользающую пасту как сделать православных стойкими и как обращать еретиков православия как сектанты одирают от православия свою погибель да ничего этого Александр Леонидович делать не умеет и любая 80-летняя сектантская старушонка для своей организации приобретает больше чем сей профессор красующийся в масонском галстуке Дворкин очень много говорит о том как худо у еговистов что там запились там много самоубийств и многие погибли из-за отказа перелить себе чужую кровь и многое очень уж худое у этих окаянных грешников еретиков я не смог найти у этих еретиков того чего бы не было у нас православных если верить Дворкинам что там так худо то про нас тогда и говорить не нужно всего этого у нас в сотни раз больше говорит о подавлении о запрете общаться с отступником и прочее да это же все скопировано с книги правил где каноны вселенских поместных соборов и правила святых отцов это все рекомендуют по отношению к отлученным и отступникам нельзя же так дико пользоваться двойным стандартом если это худо у еретиков то с нас спрос за это будет строже а этими правилами регламентируется вся церковная жизнь уже две тысячи лет с сектами можно эффективно бороться только нашей святой жизнью никому не подавая соблазна и знаниям Библии а вот этого то всегда в церкви был страшнейший дефицит более жесткой структуры управления чем монастыри не было на свете это настоящий концлагерь и нам ли кого то обвинять когда у самих рыльца в пуху и все же признал профессор с профессиональной точки зрения издания выглядят прекрасно броские, яркие иллюстрации, качественная бумага журналы и брошюры внушают доверие и бросаются в глаза члены секты обязаны распространять эти издания они выкупают их на свои деньги а потом раздают или продают минимально допустимое количество свидетельств для каждого члена секты 10 часов в месяц но чтобы быть на хорошем счету в секте нужно свидетельствовать гораздо больше 50, 60, 80 и более часов в месяц особая категория свидетелей пионеры проповедуют не менее 90 часов в месяц и спецпионеры не менее 140 часов проповеди в месяц этим занимались первые христиане Деяния 8.4 между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово 1 Фессалоникийцам 1.8 Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога так что нам ни о чем не нужно рассказывать в 1997 году среди 5 миллионов 900 тысяч свидетелей пионерами были около 700 тысяч человек то есть каждый восьмой в сентябрьском номере иеговистского журнала для внутреннего употребления наше царственное служение за 1996 год находятся подробные инструкции по вербовке в том числе и требования узнать имя, адрес, телефон человека проявившего хоть малейший интерес к разговору при этом собирается также информация о жильцах времени, когда их можно найти дома их здоровья, интересах сектанты могут свободно доказать Дворкину что они поступают по своей совести и по Писанию но что может им доказать знаток сект если количество членов в любом храме не знают взять десятину не могут выкинуть торговлю из храма не по силам выполнить оглашенные языки нигде не могут скольких Дворкин отправил бы своими трудами на костер инквизиции будь это века на три раньше опоздал инквизиторы уже уснули в пышных гробницах и лики их в иконных рамках и канонизация Лаиолы успешно прошла как и Иосифа Володского нам нужно учиться у первых христиан и нести благую весть всем и иеговистам в том числе а людям там нравится потому что у них защищенность есть Прок Иеремия 50.31 Вот я на тебя гордыня говорит Господь Бог Саваоф ибо пришел день твой время посещения твоего Прок Михея 7.4 «Лучший из них, как терн и справедливый, хуже колючей изгороди день провозвестников твоих посещение твое наступает ныне постигнет их смятение 1 Петра 2.12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев увидя добрые дела ваши прославили Бога в день посещения» В Фессалонику Павел Апостол пришел разъяснял он Святое Писание говоря, что Христу надлежало принять за грехи человеков страдания что воскресший из мертвых и грех искупив он вознесся торжественно к Богу и, внимая апостола дивным речам собирался народ в синагогу и во многих сердцах вдохновенно зажег он светильник божественной веры и восстали тогда, ополчаясь на него возмущая народ из-за веры Киасонову дому явились они изрекая хулы и проклятия и, страшась на апостола тайно его удалили из города братья Энн Григорович Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok